добрый вечер друзья понедельник 24 апреля 8 часов вечера чем ближе мы приближаемся во времени к розыгрышу да к тиражу можно сказать гринкарт лотерея 9 2018 тем как бы больше всякого беспокойства возникает но чтоб дали нормально как бы провести этот розыгрыш я уже даже не говорю о том удастся ли сыграть еще раз в октябре это отдельная история но но хотя бы вот если уже они там прикроют лавочку то хотя бы чтобы они тут не тронули и конечно мы не знаем и не можем знать там всех планов этих как бы людей которые там за большим фаерволом но я смотрю просто как бы из общих таких соображений где у них фокус сегодня и как бы из-за чего они по ночам может быть просыпаются так сказать в кошмарах это конечно не розыгрыш лотереи гринкарт тут у них совсем совсем другие дела 29 апреля 29 апреля это будет суббота исполняется 100 дней президентства трампа при всей как бы искусственности то там гач это искусственная дата это правда но как бы всех президентов измеряют относительно этой искусственной даты поэтому как бы такой общий такой бенчмарк барьер такой рубеж рубеж хорошие слова это тот рубеж на котором всех оценивают что они успели там за свои 100 дней и тут конечно да ну вот он много пытался что такое сделать лихорадочно она не получилось там тут не получилось там не получилось здесь не получилось в общем как-то так вот давно так никто так плохо не приходил к этой точке но дело не в этом рейтинге падают в общем там совсем что-то неважно с рейтинга поэтому казалось бы вот тут можно было бы там много всяких окорчений но тут дело даже не в этом хотя безусловно единственным таким серьезным критерием для трампа является успешность и своей деятельности так это вот именно рейтинге то есть он он как бы очень очень чувствителен к этому ко всему это видно по постам в твиттере год болезненно очень реагирует так далее так вот есть другая сторона у этой же медальки состоит она в том что именно 29 числа в день апреля в день когда у него значит 100 день его президентства в этот же самый день наступит дефолт федерального правительства если не если конгресс не примет закон о поднятии потолка заимствований для государственного бюджета чтобы они могли там одолжить денежки поскольку бюджет несбалансированный и могли бы дальше себя функционировать до 1 октября вот им должно хватить денег и есть промежуточный вариант они могут принять там на недельку допустим такой временный так называемый бридж мост такой бросить и дальше эту недельку продолжать торговаться это тоже вариант как бы тут ничего такого нет обычное дело над сказать что вопросы согласования бюджета и вот этих вот потолка заимствований они не безумно острые то есть конечно можно попытаться встать там как-то так но я нет какую-то позу такую и вот обрушить всю систему но поскольку без демократов принять бюджет нельзя нет нет такого большинства носит в сенате соответственно исторически это всегда так как бы достаточно мягко работала не считая одного единственного случая когда вот там республиканцы под предводительством сенатора круза который вот не успешно баллотировался на президентскую должность с какими со своими так сказать там экстремистскими делами против воли руководства партии вот он устроил такой саботаж типа вот пусть уберут финансирование обама кера и из-за этого говермент был без денег из-за этого упал рейтинг финансовые соединенные штаты всей страны но и так далее то есть оно как бы по ним больше ударило чем еще по кому-то ночью кроме таких ну совсем уже экстремальных действий таких можно сказать после слегка отмороженных чуваков вот типа груза значит вот как обычно они так гладенько так аккуратненько это их работа они все это делают пару раз в год договариваться без проблем и все было бы ничего но вот вместо круза который тогда хотел значит забрать деньги из обама кера значит у нас теперь появился президент который законом провести не может пока нет у него такого закона например чтобы стены устроить с там мексикой и там еще кое-что делал но закона нет но он хочет в бюджет например деньги заложить вот как-то так а при этом кое-какие деньги из бюджета забрать то есть вроде как по закону например обама кер как бы это закон но вот если денег теперь не дать на финансирование получается что закон законам а денег нет как бы да ну и там еще есть там некоторые болевые точки у республиканцев там planned parenthood и тогда тоже там лишить их финансирования вот поэтому если например просто бы договаривались республиканцы с демократами в конгрессе они как бы очень естественно просто легко ну собственно там уже в общем то все было более-менее согласовано но тут значит трамп чувствуя вот эту я не то ли в агонии он то ли в истерике то ли что с ним такое нервное происходит но в последнюю секунду начал требовать чтобы там в этот бюджет включить финансирование стенки и демократы как мы не будем мы не согласимся если ты хочешь чтобы закона не было если ты хочешь чтобы гавермент остался без денег был бы дефолт и тогда это твое дело это твой выбор но ты как хочешь но 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 в общем но мы 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 на это не идем больше того очень многие республиканцы этого тоже не хотят вот нет нет такого чтобы цели республиканцы я имею ввиду конгрессмены ну и члены партии даже что они все горой стоят за то чтобы потратить там много десятков миллиардов долларов на эту стену нет кроме того если уже тратить деньги на стену значит должен быть какой-то закон принятый и все чего это вот так вот как-то беззаконно решать на уровне бюджета что это такое поэтому идет какая-то такая риторика какие-то баталии я даже не может быть он хочет показать своим сторонникам он среди своих сторонников кто за него голосовал он держит высокий уровень популярность то есть они от него не отказываются ну там по чуть-чуть а так в целом они за ним стоят они готовы не он виноват что вот не приняли отмену обама кера не не прошел закон это же вот в конгрессмены там республиканские а он то он то хотел он же все сделал это федеральные судья помешал ему за заблокировать приезд мусульман в соединенные штаты он-то хотел он говорил что всех мусульман надо заблокировать и он делал то есть как-то вот поддержка есть но от определенной очень специфический конечно публик ну не суть вот поэтому я подозреваю не могу сказать наверняка но я подозреваю что в отсутствии успехов которые можно было все там виде медальки на грудь пришлепать идут вход вот какие-то вот такие с понтом значит успехи виде дискуссии о том что вот надо бы в частности вот на этой же неделе говорят что он там скажет какие-то у него вещи скажет про налоговую реформу хотя одновременно что раньше июня деталей налоговой реформы не будут известны но вот именно сейчас вот под этот сотый день вот надо создать какую-то там дискуссию 29 числа он там устраивает или понял в каком там штате он там устраивает там морали такое и так далее то есть вот такое ощущение что избирательная кампания для него не кончилась еще он все еще там все еще избирается не стал пока президент поэтому возвращаемся к нашему вопросу о лотерее 9 2018 такое ощущение что ну абсолютно но совсем не до этого там в белом доме так точно вот поэтому но мы наблюдаем здесь как бы две точки зрения да вот значит есть то который я придерживаюсь бы преимущество склоняюсь к тому что как бы у следующего розыгрыша лотереи нет никаких шансов выжить потому что все против нее все то есть как бы намерение республиканской партии давно уже много лет уже лет там семь восемь они уже пять раз голосовали в палате представителей чтобы ее отменить у них не хватало тогда в сенате голосов но поэтому я не вижу как она может выжить но другая точка зрения говорит что там кроме этого дела так много всякой суеты что они могут просто как-то вот руки не дойдут вот пока они будут там делить коврижки или медали вешать или там очередной раз всех побеждать вот тут еще одна проблема добавилась что пишут что корея северная решила ускорить свои процессы разработки значит там ракет носителей там и так далее то есть может так оказаться что нынешняя администрация должна будет что-то делать в условиях когда вот-вот глядишь у северной кореи появится носитель который донесет ядерную боеголовку до территории соединенных штатов и это как бы считается недопустимым то есть надо будет что-то делать вот вот что делать вот пусть они попробуют вот даже такая мелочевка как например в течение четырех дней подряд значит стратегические бомбардировщики российской федерации облетали там американское побережье его и вдоль японии тоже летали и поднимались истребители значит их сопровождали американские там и так далее даже эта ерунда не ну то есть так написали там в американских газетах но как бы не до этого уж такая мелочевка там там какой-то там путин с какими-то там самолетами хренов не до него не до него хотя в свое время я помню что значит трамп говорил что когда я стану президентом они не будут так летать они там не будут вот этого все делать но вот ему как-то так ну не то что к нему с него кто-то требует чтобы он отчитался или оправдался за то что он раньше говорил вот а тоже он тогда еще говорю сбивать надо к чертой матери когда вот в балтийском море над американским там крейсером самолет пролетел очень низко истребитель помню знаете что там летала вот но я к чему говорю вот так это уже мелочь это уже на сегодня просто даже никто внимания не обращает потому что есть вопросы действительно сложные интересные принципиального плана вопросы там там очень много завязано в общем друзья не берусь на сто процентов утверждать но скажу так не вижу я чего бы вдруг им было заниматься розыгрышем лотерея 2018 9 скорее всего мы так совершенно безопасным таком режиме к ней приближаемся еще буквально 10 дней и мы будем там счастливо всем успехов